Умение танцевать, соблюдать правила этикета, общаться и прекрасно выглядеть. Как всё легко на словах, но какая работа и подготовка за этим стоит? Не нарушаем хронологию. Неделя до новогоднего бала. Концертный зал Центра дополнительного образования детей и молодёжи, он же Дума офицеров, конечно, видел многое на самовеку. Но бал – мероприятие особенное, поэтому без мини-апгрейда не обошлось. Где-то украсили новогодними огнями, где-то подкрасили. Готовится оркестр, раз за разом проигрывая мелодии. Ребята репетируют танцевальную часть. Двигаемся дальше до новогоднего бала «Три дня». Даже страшно представить, сколько сил, что скрывать и нервов было потрачено перед тем, как найти то самое единственное вечернее платье. Выглядеть же нужно на все сто. Выбор костюмов для участников превратился в настоящий творческий вызов. Многие в поиске наряда вошли не один салон и бутик. О прическе. Отдельный вид искусства. На календаре 12 декабря, 8 утра. Волнительно, конечно, волнительно. Жду уже начала. Готовились мы долго. И всё не зря, я надеюсь, сегодня покажем класс. Вся подготовка позади. Парни в стильных костюмах, девушки в вечерних платьях. Все на месте. Считанные минуты остались до начала праздника. Чем ближе время икс, тем хуже получается у гостей скрывать свои волнения. Да и ожидания от баллов у всех разные. Что-то феерического, что-то интересного, что-то прям вот новогоднего чуда, так сказать даже. Ты как думаешь, Даник, что ты хочешь? На самом деле мы готовились долго, поэтому хочется, чтобы всё произошло идеально. Действительно волнуюсь. Вроде бы, ну, репетировали, да, то есть танцевали, но всё равно страшно. Страшно что-то не так сделать. Но, ну, в принципе, ну, нормально всё будет, думаю, станцую. Получить, скорее всего, удовлетворение, какие-то эмоции позитивные. Ну, просто насладиться этим моментом, получить какой-то опыт. Времени больше не осталось. Бал начинается. На празднике более 200 гостей. Главные герои – наши дети. Победители различных олимпиад, республиканских и международных. Организатор – городской исполнительный комитет. Традиция относительно молодая, но уже полюбившаяся бобручанам. Бал открывает сам мэр – Александр Студнив. Вы, наши будущие, я хочу пожелать свершения новых ваших задач, покорения новых вершин. Ну, и, конечно, буквально через несколько дней наступит Новый год. И в предыдущем Нового года желаем вам крепкого здоровья, благополучия и удачи. Крепкого здоровья вам и вашим силам. Ну, а мы начинаем наш новогодний голуб. Первый на очереди голуб. Хороший. Не волнуйтесь, все просто хорошее. На балу звучали и оперные произведения. Музыкальная пауза отзвенела, продолжаем танцевать. Спасибо. Пока одни кружились в танце, другие наблюдали со стороны за своим сокровищем. Родители не упускали момент и снимали все на свои смартфоны. Конечно, волнение, переживание за ребенка своего. Гордитесь? Конечно. Какое настроение, какие эмоции? Замечательные. Восхитительно, прям такой вот какой-то восторг. Отлично, все здорово. Я уже второй год здесь, очень здорово. Традиция хорошая. Эмоции просто зашкаливают. А сами выпустились в пляс? Лет 30 назад, да. Но не сейчас. Этикет и танцы в строго определенном порядке. Настоящий бал невозможен без короля движений – вальса. Этим завершается первая часть праздника. Напомним, бал новогодний, а значит, все ждут чуда. А кто его может сделать? Правильно, Дед Мороз. Вот и Александр Студнев предложил позвать Белого Мага. Все согласились. Дед Мороз! Дед Мороз! С собственной персоной. Увидев всю красоту, дедушка понял – без танцев не обойтись. Как сам признался Мороз, он еще молодой, хоть и седой. В пляс спустились все. А в Новый год принято еще и удивлять подарки от председателя Бобруйского горысполкома. Молодцы, ребята, помогаем, помогаем, веселее, веселее. Ну-ка, помощники, помогаем. Помогайте. Молодежь в долгу не осталась. Спасибо за то, что для нас здесь день вы проявляете столько внимания и заботы. Нам очень приятно это и мы вас очень любим. Мы гордимся нашей страной и очень сильно ее любим. Мы любим нашу Бобруйск за то, что он просто есть. Мы любим, живем, учимся и радуемся жизни. Мы готовы и дальше представлять наш любимый Бобруйск. Ребята решили разбавить строгий интерьер кабинета градоначальника и привнести в него новогодние краски. Ёлка стильна и оригинальна. Этот подарок будет напоминать вам о нас и о его достаточно мне. С наступающим! Спасибо! Эмоции сегодня переполняют меня, наверное, и всех участников сегодня новогоднего бала. Потому что ребята готовились и готовились не один день. Это видно было сегодня по этому балу. Уверен, что именно такое настроение новогоднее, праздничное, они пронесут уже в следующий год. И сегодня на этом балу присутствовали именно те ребята, участники нашего бала, которые показали себя со стороны именно участия в Олимпиаде, международных соревнованиях, конкурсах. Это, можно сказать, наша золотая молодежь. После завершения бала груз волнения с ребят спал. Стали делиться эмоциями между собой. Я рад, что я станцевал. Довольно все довольно интересно и такие разнообразия. Никогда не было на таком балу. Вот интересно было побывать. Все очень понравилось, все очень весело, очень положительные эмоции много получил. Все очень понравилось. Было классно. Новогоднее настроение. Кадпеты тоже понравились, да? Очень вкусно, спасибо. Им очень весело было, но очень страшно перед балом. Ну а что тебе понравилось больше всего? Может, какой-то из танцев? Ну, больше всего, конечно же, вальс. Самый красивый танец, я считаю. А партнер тебе твой понравился? Да. После официальной части ребят ждала дискотека. Зажигали под сопровождение диджеев радио «Зефир-ФМ» и лучших музыкальных хитов. Бобруйский бал уже традиция. С каждым годом к ней присоединяется все больше гостей. Там взрослые снова верят в сказку, а дети в то, что желания, которые загадывают в волшебную ночь, обязательно сбываются. Максим Кембель, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Владимир Гребеневич. Итоги недели.